Продолжаем осваивать 3D Max. На этом уроке мы будем с вами создавать детали. То есть у нас будет практическая работа по созданию деталей. Научимся с вами создавать стандартные примитивы по размерам. Также научимся их выравнивать. И еще научимся делать составные объекты. То есть объекты с применением булевских операций. Это операции вычитания, пересечения и объединения. Начнем с самой простой детали. Если посмотреть на нее, из каких основных частей она состоит. Это у нас идет ящик. Потом цилиндр. Отверстие в форме цилиндра. И паз в форме ящика. То есть 2 ящика и 3 цилиндра нам нужно будет нарисовать. Нарисуем сперва большой ящик и большой цилиндр. Большой ящик у нас по размерам идет 100 на 45 и высотой 20. Большой цилиндр диаметром 45 и высотой 45. Прицеплен он у нас получается к середине ребра большого ящика. В стандартных примитивах берем инструмент бокс ящик. Выбираем вариант клавиатурный ввод. Координаты x, y, z оставляем по нулям. То есть будем в начале системы координат рисовать. Задаем размеры. Длина 45. То есть это то, что идет по у. Ширина 100 и высота 20. Нажимаем создать. Вот он нам создал, но очень мелкий. Нажимаем zoom extended all. То есть показать зумирование во всех окнах. И немножко отдалим. Давайте поменяем цвет ящика. Выделяем его. Заходим в модифи. Редактировать. И выбираем цвет. Теперь нам нужно цилиндр нарисовать. Нам будет проще сделать так. Прицепиться вот к этой точке. Потому что центр цилиндра у нас в этой точке находится. И задать радиус до сюда. Значит. Для этого будем использовать привязки. Нажимаем привязку трехмерную. Дальше правой клавишей по ней щелкаем. И задаем к чему будем цепляться. Вот эти привязки уберем. Нам нужно end point. Чтобы прицепиться к концу. На угол вот сюда. И mid point. Середина. Все. Закрываем. Берем цилиндр. Навожу. Вот видите. Он показывает мне середину. Нажимаю и держу мышь. То есть растягиваю теперь. Когда растянул до нужной точки. Отпускаю. И теперь высоту задаю. Сделаем пока до сюда. Потом исправим. Щелкаю. Теперь вот меняем. В параметрах. Высоту задаем 45. Число сегментов по высоте. Обратите внимание. Сейчас идут 5 сегментов у меня. Нам достаточно одного. Поэтому уберем. Сделаем один сегмент. Число сторон. Сайдс. Я вот сейчас здесь приближу. Обратите внимание. Он такой угловатый у меня получился. Нам нужно гладкий, чтобы был. Поэтому сделаем побольше сторон. 32 сделаем стороны. Вот пожалуйста. Он теперь у нас гладкий. Все. Когда сделали. Щелкаем правой клавишей мыши. Давайте еще цвет поменяем. Далее нарисуем вот этот цилиндр. Диаметр его 25. А центр основания цилиндра опять же находится на ребре ящика. И вот этот цилиндр сделаем диаметром 20. От середины ребра надо будет сместить его на 30 миллиметров. Берем инструмент цилиндр. Наводим на ребро. Обратите внимание. Он мне его подсветил. Нажимаю. Растягиваю. Отпускаю. Вверх теперь увожу. Щелкаю. Теперь задаю размеры. Высота цилиндра будет 45. Радиус будет 12,5. Все. Вот он готов у меня. Он внутри цилиндра нарисован. Пусть пока так и остается. Мы потом его оттуда вырежем. Теперь развернем изображение. Держим Alt. Нажимаем колесико на мышке. И разворачиваем. Будем с этой стороны теперь рисовать. Берем цилиндр. Щелкаем по ребру. Растягиваем. Отпускаем. Отпускаем. И щелкаем высоту. Меняем размеры. Значит у нас радиус будет тут 10. Теперь нам нужно перенести этот объект. Берем инструмент Перенос. Щелкаем правой клавишей мыши на инструменте, чтобы вышло у нас окно. И нам нужно сдвинуть. Будем через относительные координаты сдвигать. Значит нам нужно сдвинуть на 30 по Х. Обратите внимание, Х у нас сейчас смотрит в эту сторону. Нам нужно в противоположную. Соответственно будем с минусом брать. Набираем. Минус 30. Все. Вот он у нас на месте. Теперь нам нужно нарисовать ящик размерами 15 на 20 и высотой 20. Мы сейчас будем его рисовать через клавиатурный ввод. Он у нас нарисуется примерно в этом месте. Потом нам нужно будет его в эту сторону сдвинуть. То есть как бы выровнять вот эту сторону большого ящика и вот эту сторону маленького ящика. Берем инструмент Ящик. Клавиатурный ввод выбираем. И задаем. Значит у нас по У 20. По Х 15. По высоте 20. Нажимаем Создать. Вот он у нас создался. Теперь нам нужно будет его выровнять по вот этому ребру. То есть по вот этой плоскости большого ящика. Отключим привязки, чтобы они нам не мешали. Теперь выделяем маленький ящик. То есть тот объект, который будем двигать. Берем инструмент Выравнивание. Щелкаем по объекту, с которым будем равнять. Теперь выбираем. Значит нам нужно двигать по оси Х. Соответственно включаем ось Х. Убираем. Далее. Выбираем. Нам нужно что сделать. Нам нужно вот этот край ящика выровнять с вот этим краем ящика. Обратите внимание. Тут есть позиции минимум, центр, максимум. То есть что это означает? Минимумом считается крайняя сторона объекта, находящаяся в противоположном направлении от оси. Максимумом соответственно считается крайняя сторона объекта, находящаяся по направлению оси. Соответственно нам получается нужно максимум вот этого объекта выровнять с максимумом вот этого объекта. Вот и задаем максимум с максимумом. Вот видите он переместился. Если сделаю минимум с минимумом, соответственно он у меня с этой стороны эти края выровнял. Если сделать например максимум и минимум, то получается правый край маленького объекта, текущего объекта выровнял с левым краем с минимумом цели. Если сделать наоборот, минимум, максимум, то соответственно получается, что левый край, то есть минимум текущего объекта выровнял с правым краем с максимумом целевого объекта. Нам нужно именно максимум и максимум. Ок. Ну а теперь далее нам нужно объединить основные объекты, то есть объединить большой ящик и большой цилиндр. И потом из них вырезать маленький ящик, маленький цилиндр и данный цилиндр. Это можно сделать с помощью составных объектов, то есть с помощью булевских операций. Для этого в разделе создать, геометрия, выбираем вариант составные объекты. И здесь есть вариант булевен, есть пробулевен. Чем они отличаются? Булевен работает только с двумя объектами, пробулевен может работать с несколькими объектами. Нам желательно взять именно пробулевен, потому что у нас тут пять объектов. Для начала я вам покажу вариант булевен. Выделяем основной объект. Выбираем булевен. Здесь задаем параметры. Пик оперант B, то есть показать второй объект. Показываем цилиндр. А дальше выбираем варианты. Значит, union это объединение. То есть у нас получается один целый объект из вот этих двух состоящих. Пересечение. То есть он оставил ту часть, в которой они как бы пересеклись. Дальше. Substraction A минус B. То есть вычитание из объекта A вычитается объект B. Обратите внимание, видите, вырезался кусок цилиндра. И Substraction B минус A. То есть наоборот. Из объекта B вычитается объект A. Вот кусочек, который входил в цилиндр, вырезался. Как видите, данный вариант работает только с двумя объектами. Нам он не подходит. Но у нас несколько объектов. Поэтому выделяем большой ящик и берем вариант ProBoolean. Дальше. Выбираем, что будем делать. Объединять сейчас будем сперва. StartPicking нажимаем, то есть начать указывать. И показываем на второй цилиндр. Далее нам нужно вырезать. Поэтому выбираем Substraction. И начинаем показывать те объекты, которые нужно вырезать. Все. Когда все сделали, щелкаем правой клавишей мыши. Вот, пожалуйста, у нас получился такой объект. На этом первую часть урока закончим. А во второй части урока продолжим работу.